МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Поздоровайся, Мирка! Всем привет! Сегодня мы с Миркой хотим испечь что? Гату! Мы сегодня хотим испечь гату с Миркой. Это рецепт моей бабушки, бабушки Лиды. Она привезла его с собой с Армении. Поэтому рецепты упекли все ее тети, мама, бабушки, родственники. Рецепт ереванской гаты очень старый, но при этом очень простой и легкий, и очень-очень вкусный, что немаловажно. Мы все-все-все года с детства, я помню только эту гату, мы кушали ее, это вкус моего детства. Хочу поделиться этим рецептом с вами, надеюсь, что станет тоже любимым вашим печеным, печеным вашей семьи, любимым. Гатта! Гатта, да. Приступим? Моя помощница будет мне сегодня помогать. Котик настоящий! Поехали! Котик будет мне помогать, да? Мяу! Ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления гаты. 6 стаканов просеянной муки высшего сорта, стаканчики примерно 200 граммовые, вот такие вот, я уже просеяла. Сметаны, здесь где-то 1 стакан тоже 200-250 граммовый, 3 яйца, желательно одного размера, уксус 1 столовая ложка, 1 чайная ложка соды, щепотка соли и растопленное масло. Где-то здесь полторы пачки, в одной пачке 200 грамм и половина второй пачки, где-то примерно 300 грамм здесь масла получается, оно комнатной температуры, мягкое, сейчас если мы, ну, будет его очень удобно месить. Сильно растапливать, чтобы было жидкое не нужно, чтобы нам не приходилось в процессе добавлять еще муки. Вот и все, что нам понадобится для теста. То, что нужно для начинки, я покажу позже. Для начала я всю муку не высыпаю, часть муки, делаю небольшую такую колодец, воронку. Давай, сыпь немножко. А потом у нас здесь по рецепту идет примерно 6 стаканов муки, но бывает так, что в зависимости от яиц, от масла, от сметаны, приходится муки добавлять чуть больше или наоборот чуть меньше, в зависимости от остальных ингредиентов. У кого-то сметана более жидкая, у кого-то более густая или масло более водянистое, от этого и зависит, сколько понадобится муки. Так что вот 6 стаканов муки отмерили и немножко держите при себе в запасе там стаканчик муки для теста. Я думаю, может быть понадобится, может быть не понадобится. Сколько раз пеку, делаю тесто, постоянно получается по-разному, потому что яйца разные, масло не всегда попадается тоже одно и то же. И сметана каждый раз даже одного производителя получается разной. Но в идеале гацан печется не на сметане, а на мацунь. То, у кого есть дома мацун, кто может делать мацун. Я, кстати, когда у меня будет время, я вам покажу рецепт мацуна, тоже бабушкин рецепт. Но в данный момент у меня мацуна нет, я делаю на сметанке. Сметанку беру жирную, 20 или 25 процентов. Можно, конечно, по мини-жирную брать, но она будет более жидкая и придется, наверное, с более жидкой сметаной придется больше муки добавлять. Я беру более жирненькую сметану, она так вкуснее, больше похожа на мацун. Конечно, мацунам не сравнить сметану, но все-таки можно заменить, если нет мацун. Делай небольшой колодец, вот так вот. Колодец, помочь? Давай. Помощница обязательно хочет макать руки в процесс, пачкать, да? Да. Без этого никак. И вбиваем туда потихонечку яйца. Дочь, сбегай ложечку, принеси большую. Не труси на пол. Я не хочу. Опять я уже руки сверить, пачкала. Сначала вымешиваем тесто ложечкой, а затем вы увидите, что можно приступать руками. Можно, ты сначала ложку принеси мне. Я эту. Все, потихонечку немножко по очереди все добавляем. Здесь никакой особой там очередности нету, но так удобнее по привычке. Вот сначала муку, яйца, затем сметану и все остальное дальше. Я сама будешь мешать. Сама будешь мешать. Давай, такая. Это маленькая ложечка, дочь. Маленькая. Сейчас я принесу большую. Я маленькая, я маленькая. Тихо. Давай мне. Давай я сначала... Это. Чтоб комочков не было, да? Давай я сначала замешу тесто, а потом, когда оно уже будет готово, я тебе дам. Будешь замесить, да? Сегодня? Да, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас я замешу, и что-то яичком, чтобы мука комочками не была, надо хорошо вымесить. Тесто вымешивается, в принципе, не тяжело, легко. Тесто мешалки здесь и не надо. Я всегда вымешиваю руками, чтобы чувствовать тесто руками. Я уже тогда понимаю, что тесто готово. Давай, дочь. Дочь, а, подожди. Подожди. Вот у нас сметанка. Сметанку мы гасим. Если у вас мацун, то же самое делайте с мацуном. Гасим соду уксусом. Напомню, столовая ложка уксуса и начальную ложку соды. И это все дело добавляем прямо в сметанку. Дай, вот как раз твоя маленькая ложка понадобится здесь. Давай, давай. Подожди, подожди. Вот. Кузырьки пошли, пошел процесс. Забузырилась сода с уксусом. Пенится? Подожди. Подожди. Спеши, дочь. Помощница, спеши. Вторая помощница тоже хотела помогать, но не выдержала. У нее сейчас тихий час, она спит. Тихий час. Юлика наша, младшая. Давай я. И это все дело сразу же вот так прямиком добавляем в тесто. Давай, 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 нужно мешать? Да. Солю? Да. Миша аккуратненько. Это все дело прямиком добавляем в тесто. Затем нам понадобится щепоточка соли. Соль, я не могу. Правильно. Вот, сейчас это все перемешаем хорошо, затем добавим масло. Давай, ты что, быстрее будем? Я же тебе говорила, давай, когда будет готовое тесто, я тебе дам обязательно ручками смесить. Да? Вот это пусевочка, мам. Пусевочка, да? Нет, это не тяжело. Вот так, чтобы комочков не было. Главное, чтобы комочков не было. Тогда тесто будет мягкое, нежное, пушистое, поднимется, зарумянится у нас. Сахара, кстати, в тесте нет, сахар весь идет в начинку. Тесто у нас не сладкое. Сладкая будет начинка, и то, что в тесте нет сахара, это совершенно даже не почувствуется. Начинка у нас хорис, кто знает уже, кто ел ранее или готовил гостей. Тесто хорис, это масло, сахар и мука, все перетирается тщательно руками. Это, я не знаю, есть ли способы другие, я не пробовала чем-то с помощью каких-то других приспособлений приготовить. Там, не знаю, может блендером можно или нет. Кто знает, можете написать в комментариях, кто уже готовил. Это все дело, вот я беру, как меня бабушка учила, раньше же в блендерах ничего не было. Все перетирать вот так руками, постепенно добавляя муку, ну, уже там на глаз. И получается такая вот сыпучая сладкая начинка, перетертая. И это все мы дело будем ложить внутрь готы. Кстати, по этому рецепту готу можно готовить как и круглую, как и кусочками. Мы больше готовим кусочками, потому что так удобнее и красивее выложить на стол, чтобы потом не резать, не крошилось, и деткам удобно взять в ручки вот так вот и кушать, да. Вот, а кто любит круглую, там на праздничный стол красиво, можно тоже сделать круглую большую готу. И можно по традиции армянской сделать монетку, кому попадет, положить вовнутрь монетку. Одно, правда, предварительно помыть ее тщательно. Кому попадется монетка, это, ну, как бы, знак счастья. Считалось, если кому-то из молодых девчонок попадется монетка, значит, в этот год она выйдет замуж. Замуж. Да? Встретит своего суженного ряда. Да. Ну-ка, вот сейчас добавляем наше масло. Это не сыр, доча масла. Что воняет? Это масочка. Чего она воняет? Потому что с тестом. Нет, да, да, да. Молочком воняет. Не воняет, а пахнет. У нас все воняет, да? Да. Нам все воняет, вот такие противные, да? Девчонки. Противные девчонки. Такие девчонки. У меня уже? Нет еще. Сейчас. Ты мне давай по чуть-чуть подсыпай муку. Угу. Чтоб я уже могла руками его вымесить, и будет готовое тесто, и я там все тоже. Угу. Да, подсыпай, подсыпай. Подсыпай мне муку, помощница моя. Чтоб я без тебя делала, да? Я думаю, что можно уже его вложить на коврике, вымешивать руками, потому что ложечка уже не справляется. Она застрелит в тесте уже тяжело. Я, наверное, одену перчаточки, чтобы тесто не прилипало к ногтям, не лезло под ногу, будет немножко неприятно еще. И потом очищать. У меня плячу ложку. Что, дочь? Плячу ложку. Не надо. Ты мне насыпь сюда муки. Хорошо. На коврик. Немножко? Да, немножко, ложечку достаточно. Вот так вот. И вываливаем это все дело вот сюда. Еще немножко, да? Да, может еще немножко. Я думаю, нам в этот раз даже, может быть, понадобится муки меньше. Да, дочь? Да, дочь. О, дочь. Нет. Нет, подожди, еще оно липнет к рукам, оно еще не готово. Я скажу тебе, когда готова ты. У тебя еще пока задача. Мне насыпать муку ложечкой, не руками, а ложечкой. Ой, перчатки большие, размер мне спадает с рук. Давай, сыпь мне муки, сыпь. Ты же худенькая у меня, худышка. Худышкая, да? А ты у меня какая? Дора худышка. Тоже ты худышка, да? Да, худышки мы. Давай. Мама всегда была худышкой, да? Никак не поправляется. Чтобы она не кушала, хоть готов, хоть не готов. На маму это не действует, да? Да. Вот так вымерли. Пишите в комментариях ниже, какие вы еще хотели бы рецепты увидеть. Я обязательно сделаю, покажу вам. Мне просто интересно. Конечно, да. Мне хочется знать, что бы вам было бы интересно посмотреть, что бы вы хотели бы увидеть. Поэтому пишите в комментариях, что бы вам было интересно посмотреть, увидите. Обязательно все это сделаю для вас. Сниму и покажу вам то, как это делаю я с мылькой. Да? Да, конечно, если. Вот такое вот тесто у нас получилось. Сильно долго не надо вымешивать, когда оно уже отлипает к рукам. Ну вот, в принципе, его можно больше не вымешивать, чтобы оно не было сильно жестким, упругим. Пускай остается таким мягким, эластичным. Показать вам вот. Вот. Вот какой он. Он не беленький, потому что иди. Вот он. Пористый, рыхлый. Сейчас мы мисочку присыпем мукой. Вот этой из муки. И прямо туда же мы его положим. И накроем полотенечком. Накрываем полотенечком. И оставляем тесто отдыхать. Оно, в принципе, не подымается, не растет. Ему ничего не надо, не тепло, не сквозняка, ему ничего не надо. Ничего не боится. Просто ему нужно дать немножко постоять, отдохнуть. Минут 15, не больше. Да, поспитая, доча. Пока мы сделаем начиночку. Обязательно надо накрыть, чтобы не обветрилось, чтобы оно быстро обветривается. Можно уже включать духовочку. Дочь, не пачкай, только не высыпай. Можно включать духовочку где-то градусов на 200-220, разогреть хорошо. Духовка обязательно, чтобы была очень разогретая. Противень можно не смазывать ничем. Желайте, можете постелить просто пергамент, смазывать ничем не надо, потому что много масла в самом тесте, и оно никогда не прилипнет у вас. Очень легко снимать. Вот пришло время теперь делать нам начинку. Начинка называется хорис. Для нее нам понадобится 200 грамм сливочного масла, тоже мягкая, комнатной температуры. Два стакана сахарного песка белого. И здесь где-то муки обычно всегда идет на глаз. Здесь где-то я отмерила 300 грамм муки примерно. Ну, такой большой стакан муки. Вот можете посмотреть, вот такая вот пиалочка полной муки. Два стакана сахара, 200 грамм сливочного масла и ванильки. Приступаем. Сливочное масло я уже положила в большую миску. Засыпаю его полностью всем сахаром. Весь сахар сразу же. Ваниль сразу же. Что, не забыли? Дочурочки, бери. Две щекоточки достаточно. Му-у-у, как это пахнет? Вкусно пахнет, да. и немножко сразу посыплю муки, чтобы было мне удобно перетирать. И это дело все вот так вот мнем. Масло прилипает к рукам сначала, но потом оно впитывает себя в сахар, в муку и это все дело превращается в крошечку. Дочь, можешь мне муки подсыпать? Конечно, мамочка. Только не руками, как в прошлый раз, потому что нам пришлось делать уборку, в перерыве, потому что Мерка здесь разобачивает. Вот так, вот так, сыпь, подожди, паузу сделай. Пауза? Пауза, да. Сейчас это все перетирать руками, оно сразу, вы видите, как превращается в крошечку. Нам нужно сделать это так, чтобы у нас не было ни единого комочка масляного, чтобы все было, такая сухая крошечка. Нам не хватило одной пялочки муки, мы добавили с Меркой еще пол пялочки муки, там примерно 180 грамм муки было. И вот сразу получилась у нас вот такая вот консистенция, сыпучая крошечка. Да. Хорис получился. Вот такой вот он у вас должен тоже получиться, сыпучий, мелкая крошечка такая. Да. Приятно пахнет за счет ванильки. Вот мы справились со всем. Нам осталось только сформировать готов. мы с Меркой решили, что будем делать кусочками красивую. Мы подготовили такой специальный ножичек, он ребристый. Он ребристый, дочек, он остренький, тебе нельзя. Что вам еще нужно, чтобы завершить наше печеное, наше готовое. Вам еще понадобится немножко муки для того, чтобы раскатать скалкой. Скалка вам нужна. Вам нужно одно яйцо, подожди доча, вам нужно одно яйцо для смазки и щеточка и противень для выпекания. Духовку мы уже включили, она разогревается. Я вначале включила на 220 градусов, сейчас опустила на 180 и при 180 градусах она уже будет выпекаться. Но предварительно я советую, рекомендую всегда разогреть чуть-чуть сильнее, чтобы духовка была раскаленная. Нет. А потом выставить во время выпекания до нужного градусов. Вот это в общем все тесто, сейчас я делю на две части пополам. Дочке, дожди муточку. Одно твое, одно твое, одно мое, одно твое, да? Нет, дочке, ни твое, ни мое, на две части делим. Сначала делаем, здесь тесто много сильно, мы делаем сначала одну половинку, накрываем вторую половинку полотенечком, хорошо. Доченька, подожди. Я тоже. Ты тоже, да? Смотрите, кому как удобно. Да. Тесто очень масляное, если вы можете, можете его делать руками без муки, особенно вот если это делается круглая гота. Его в принципе удобно с калочкой и с помощью растительного масла раскатать в кружок, засыпать хорис, начиночку, закрыть и в духовочку. Но так как мы будем делать кусочками, доча, не валуйся. И нам надо, чтобы это все было красиво, выглядело. Я буду с помощью муки скалки раскатывать большой пласт широкий, чтобы потом это все красиво завернуть в рулетик. Подожди, доча. Присыпаем муком. Нет, я тоже хочу. Можно? Вот так вот раскатываем хорошо. Тоненько. Главное, чтобы было равномерно. Самое главное, чтобы оно пропекалось равномерно во всех частях и теста, и мяшинку. Мама, вы делаете мяшинку? Да. Большое. Мама вот так сейчас раскатает его. Раскатает широко-широко, чуть-чуть изреживая и чуть-чуть изреживая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Игорь Негода Тãyoue Можно по граммам, чтобы более щепетина к этому относится, можно по граммам также и тесто разделить поровну и начинку. Я это делаю на класс, потому что я уже делаю это не впервые. В принципе, это и не трудно делать, даже потому, кто делает это впервые. Вот так вот посыпаем нашу начиночку прямо на наше тесто и разравниваем, ручкой аккуратно разравниваем, только отступаем от краев примерно 2 сантиметра, чтобы можно было закрыть края, чтобы она не высыпалась или подгорала напротив нашей начинки. И когда мы посыпаем нашу начинку, немножко рукой вот так вот притрамбовываем, чтобы она немножко связалась с тестом. Мама покажет, а потом второй раз будешь делать сверху. Заворачиваем и немножко пальчиками приминаем. Если мы не будем приминать, оно потом, когда мы будем разрезать, оно будет более рыхлое и будет разваливаться, рассыпаться. И начинка в процессе, даже когда мы будем разрезать, перекладывать на форму, оно будет рассыпаться и оно визуально потом будет не такое даже красивое. Вкус-то не поменяется, а визуально вид его не такой презентабельный. Поэтому немножечко как бы прессуем его, вот каждый слой, который мы заворачиваем, немножечко пальчиками мы его придавливаем и одновременно мы его немножко выравниваем визуально. Чтобы у нас все это было очень красиво, очень интересно, чтобы не стыдно было угостить гостей к чаю, кофе. Да, дочь? Вот так вот. Пока края мы не трогаем, мы все заворачиваем, а в конце мы оформим края наши. Дочка, подожди. Вот такая у нас получается, подожди, дочь, не бей так сильно, колбаска. Мне больно? Больно, обидится. Конечно. Ты же любишь тесто? Угу. А зачем ты его бьешь? Ну так вот. Мы его просто принимаем. Вот так вот, милая змейка у нас получилась. И краешки я аккуратно их заворачиваю, вот так вот внутрь. Я тоже. И запечатываю, чтобы оно не высыпалось. Краешки я не выбрасываю. Все равно они съедаются, вот тоже вкусные. Менее сладкие, но тоже вкусные. Потому что само тесто очень вкусное, очень подожди, чтобы не бесплатно. Он не спечатает. Вот. У нас есть желточек, и вот вилочка, которой я взбивала желточек. Я беру эту же вилочку и делаю такие, как бы, узорчики. Да, я тоже. Дочь, я не дам, чтобы ты попробовал, потому что ты можешь проверять тесто, и оттуда будет высыпаться начиночка. Надо аккуратненько так придавливать. Получается, я покажу... Я вот придавливаю. Давай, давай, вместе. Давай, вместе. 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 Внизом, вместе. Я тебе покажу. Вот так вот, аккуратно делаем такой... Такие ребрышки. Поняла я. Ваш ребристый ножик, чтобы было красивее. У кого нет, вы можете, пожалуйста, делать обычным ножом. Когда у меня не было такого ножка, я делаю это все обычным ножом. И аккуратненько перекладываем на противень. На, тут уже все. На, тут уже все, мы готовим. Где-то примерно 2,5 вот так вот сантиметра. Такие ромбики мы нарезаем. Я вам сейчас покажу поближе. Мама, а можно я буду ложить? Нет, еще оно высыпается. Видишь, хрупкая начинка сыпет. Вот такие вот примерно ромбочки получатся. Вот три раза. Молодец. Уже у меня не сыпется. Ну, конечно, ты умница. У тебя лучше получилось. Да? Что я тебе говорила? Что ты мне говорила? Что ничего не сыпло с ними. Сейчас нам это все дело нужно аккуратненько, давай, только аккуратно поверху, чтобы там где-нибудь перегорало. Вот так аккуратненько смазываем желточком. Вот второй рулетик у нас готов. Делаем все то же самое, что и с первым. Украшаем красивым узорчиком с помощью вилочки. Если у вас есть какие-то другие всякие приспособления, штучки, можете смело использовать их. Вот вторую порцию я уже нарезала на кусочки. Но так как вот первая порция на противне в этом духовке, я буду печь на том же противне, что и первой порции, только после того, когда достану их, когда они приготовятся. Поэтому я их сразу прямо здесь уже на столе смажу яичневым желточком. И пускай стоят, они так и ждут своего часа. А готова, в принципе, сама по себе печется недолго. Вот как только вы увидите, что она уже такая подрумянилась, стала золотистая, вы увидите, что она готова. Плюс-минус там полчаса нужно. Смотря духовке, зависит какая духовка, может быть 45 минут. Вот я вам хочу показать. Вот выпекается при 180 градусах. Сейчас покажу. Это она в духовочке где-то минут 10-15. Даже 15 минут нет. Минут есть аккуратно, но очень горячие. Сейчас я тебе подниму, покажу. Вот они еще не готовы. По краюшку начинает уже немножко прихватываться по краям. Такое где, но сама еще не готова. Сейчас я просто стану ближе. Ручь аккуратненько. Возьму. Они еще не готовы. Я вам покажу, какой вид они привыкают, когда они готовы. Тесто еще мягкое, не готово. И начиночка еще не готова. Вот готова уже практически готова. У меня духовочка немножко с одной стороны больше румянит, с другой меньше. Я сейчас переверну противень на 5 минут, чтобы еще вот эта половинка тоже зарумянилась, чтобы было одинаково. Видите, вот эту часть уже в принципе можно снимать. И внутри они готовы. Они, видите, мягкие, мягкие, ну, простое такое-то. Песочное тесто, похоже. И при этом мягкое. Снаружи корочка такая вот, настоящая. А внутри она мягкая-мягкая. Такая вот чашка готова. Я сейчас переверну правый телень, чтобы с этой стороны тоже немножко мягко румянилась. И все. Буквально на 5 минут, мы даже лучше взяты в духовочку, чтобы не пересушить. Они не подбирают, просто они. Тогда они такие мягкие, получается, более сухие. Я люблю, чтобы мягкие были они. Вот. Сотраем еще на 5 минут. Наша готова уже испеклась. Это первая порция. Красота у нас получается. Вот и испекли мы вместе с Мелечкой нашу Гату, да, совместными усилиями. И скоро будем ее кушать. Мы еще не пробовали, и на вкус напахнет она невероятно. Вот посмотрите, какая она у нас получилась, румяная и золотистая. Очень нарядная. Можно такую смело пить. А, горячие. Да, горячие еще. Может, только с духовки ее достали. Пробуй. Вкусная? Сладенькая? Нравится тебе? Мэ-мэ. Вот и проснулась наша Явулька. Сложи ее. Явулька, иди сюда, мы тебя тоже покажем. Явулька. Небу. Небу. Не хочешь? Небу зовешь. Явулька у нас не публичный человек, она не хочет показаться. А Мэйка любит, да? Угу. Давай, передавай всем привет. Всем привет. Ставьте нам лайк, если вам понравилось наше видео, наши рецепты. Да? Да. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok